У ивановской молодежи свое видение комфортной и, главное, интересной городской среды. В мэрии открылась выставка студенческих проектов и эскизов, посвященных теме благоустройства и оформления общественных пространств областного центра. Одним из первых со свежими решениями в урбанистике знакомился глава города. Работы можно условно разделить на две группы. Первое – предложение в копилку так называемого селфи-маршрута. Студенты художественного училища решили добавить в него объекты по мотивам известных картин и скульптур. Иванову, считают малютинцы, не повредит своя интерпретация девочки на шаре – Пикассо. Это просто плоскость. Это плоскость? То есть это не будет куба шар? Нет, это будет просто плоскость. А я думаю, это как раз каждый день залезть на шар там. Нет, шар плоский, а за ним кубик, на который можно встать и сымитировать вот как раз эту девочку. Никто там, кажется, встал здесь. То есть около цирка, это же цикл этот, как раз Пикассо был посвящен цирку и артистам. Вторым блоком идут предложения по благоустройству центра города – площади Ленина. Лавки причудливых форм, танцующие фонтаны и необычные приемы озеленения. Правда, простора фантазии здесь у авторов работ чуть меньше. Все-таки площадь – нечто монументальное. С домами в стиле сталинского ампира хай-тек совсем не вяжется. Решение должно быть невычурным, удобным для горожан и, конечно, антивандальным. Мне, конечно, почти все понравилось. Многое для меня оказалось непонятным. Но, собственно, я не являюсь каким-то специалистом в этой сфере. И поэтому я думаю, что как раз решать должно общество и те специалисты, которые занимаются дизайном, имеют профильное образование или только учатся. Но самая для меня положительная вещь, которую я отметил в рамках тех работ, которые представлены, это то, что самим людям, самим тем же самым студентам, не безразлично, как выглядит их город. И это серьезное достижение. Пока это только идеи. Некоторые из них, возможно, найдут свое воплощение. Но, конечно, лишь те, что понравятся горожанам. Оценить все проекты, высказать свое мнение о них и проголосовать за лучшие можно в группе «Городская среда Иванова» ВКонтакте. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.